Контролирующие органы обратились обманутые потребители. На основании заявлений владельцев автотранспорта сотрудники государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями совместно с коллегами из другого ведомства в рамках оперативно-розыскных мероприятий проверили контрольный замер горюче-смазочных материалов на некоторых автозаправочных станциях столицы. Нами сплошным методом были проверены АЗС расположенный в городе Бишкек в Чуйской области и по результатам которых мы действительно те доводы, которые были указаны в заявлении нашли подтверждение. Это делается либо с целью ухода от налогов, либо с целью сокрытия фактического объема поступающего ГСМ в данной компании. В ходе проверки на шести автозаправочных станциях столицы выявлены факты недолива горючего с каждых реализованных 10 литров от 40 до 400 мл. Адреса этих АЗС вы видите на экране ваших телевизоров. Адреса АЗС, где они доливают ГСМ. Между тем, владельцы АЗС сообщают заранее за 10 дней, что будут проводить контрольный замер счетчиков автоколонок на предмет стандартного отпуска потребителям ГСМ. По словам специалистов, необходимо внести изменения в законодательство о проверке субъектов предпринимательства. Когда идет плановая проверка, особенно на автозаправочных станциях, когда мы уведомляем за 10 дней вперед, нарушений как недолив бывает редко. Но бывают такие случаи, когда мы выходим как технические эксперты с разными правоохранительными органами. И когда эта проверка идет внезапная, то получается, что именно факты недолива выявляются больше. При таких размерах недолива бензина на АЗС с 10 тысяч тонн ГСМ на автозаправочных станциях остается несколько тысяч тонн горючего, отмечают специалисты.